Братья и сестры, вас я их приветствую. Мы с вами продолжаем изучение послания к Ефесинам. И сегодня мы с вами попробуем закончить третью главу. Так что, если у вас есть Библия, или вы просто хотите прослушать, пожалуйста, это будет третья глава послания к Ефесинам. С 14 стиха мы прочитаем до конца главы. Так, послание к Ефесинам, третья глава с 14 стиха. Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, додаст вам по богатству славы Своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божью. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать не сравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь. Ну, прежде чем мы приступим к изучению отрывка, позвольте напомнить, где мы с вами находимся, то есть как-то включиться в рассуждение апостола Павла, чтобы не просто начать из ничего. Посмотрите, как начинается 14 стих. Для сего. Можно вернуться к 1 стих этой главы, 3 главы. И опять то же самое. Для сего. То есть если смотреть на то, как рассуждает апостол Павел, то в 3 главе он дважды говорит для сего, то есть для этого. То есть есть какая-то причина, которая побуждает апостола Павла рассуждать. То есть 1 стих Павел говорит, для чего-то я сделался узником. То есть он говорит о своем служении апостола, и для чего-то он молится. То есть есть какая-то главная, основная причина, вот вокруг которой все сосредоточено. Так что же это за причина? То есть нам нужно немножко вернуться еще дальше, это конец второй главы, я просто напомню. Апостол Павел говорит, что Бог ведет строительство. Что Бог ведет строительство храма. Храм, который состоит уже не из камней, как был в Иерусалиме, в Израиле, а храм, который состоит из людей. И вот для того, чтобы построить этот храм, апостол Павел удивляется и говорит, что Бог пользуется совсем необычным материалом. То есть Он берет людей, которые были мертвые. Для Него вот так вот Он рассуждает. Вас, мертвых, по преступлениям и делам Бог оживотворил. То есть Бог ведет строительство, и для этого Он использует очень необычный материал людей, которые были мертвы во грехах. То есть строительство храма, строительство, которое ведет Господь. Это главное, о чем рассуждает апостол Павел. И вот Павел находит свое место в этом строительстве. Он говорит, я тоже стал служителем Иисуса Христа. И для этого он молится. То есть именно об этом мы сегодня с вами порассуждаем. То есть молитва апостола Павла, она занимает вот такое вот место. Еще вот в общем мы как-то с вами уже отмечали, что послание апостола Павла можно разделить, вот именно послание Кефесина можно разделить на две смысловые части. Первая часть мы говорили, это то, что сделал Бог. Как раз три главы, и вот как раз мы заканчиваем эту часть. Это то, что сделал Бог. И только потом Павел начинает говорить о том, что мы должны делать мы с вами. То, что должны делать мы с вами. То есть первая часть – это то, что сделал Бог. Вторая часть – это наша реакция, что теперь нужно делать нам. Еще один очень интересный способ увидеть две темы послания. Первая тема послания, это очень легко просматривается, это проповедь апостола. То есть очень много и очень детально, иногда нам непонятно, но он объясняет истину Бога. То есть это первая тема – объяснение истины Бога или проповедь апостола Павла. А вторая тема – это молитва. То есть если читать послание в общем, можно посмотреть, Павел проповедует и молится, проповедует и молится. То есть проповедь и молитва – это то, из чего состоит это послание. Вы знаете, апостол Павел, скорее всего, это какая-то структура, его понимание жизни, понимание служения. Скорее всего, он понимал, что Бог дал ему, и, соответственно, церкви он дал два основных инструмента, которыми нужно уметь пользоваться. Первый инструмент – это проповедь, а второй – это молитва. То есть что сегодня имеет церковь? Вот что сегодня Бог дал церкви? Бог дал церкви проповедь, это объяснение истины, и Он дал молитву. Молитву именно о том, о чем мы с вами рассуждаем. То есть свои замыслы Бог выполняет в церкви, в мире, в нашей с вами жизни, пользуясь двумя инструментами. Бог пользуется, с одной стороны, проповедью, и с другой – молитвой. То есть через проповедь мы с вами понимаем истину, а через молитву мы с вами ищем силу у Бога для того, чтобы эту истину применить в жизни. То есть именно вот так вот устроено рассуждение апостола Павла в послании к Ефесинам. Вот мы с вами можем так вот рассуждать, что вот в структуре послания мы можем увидеть структуру церкви. То есть если Павел понимал, вот в его жизни очень важно проповедовать и молиться, он пытался это передать церкви города Ефес, мы с вами можем увидеть в структуре послания структуру церкви. То есть в чем постоянно и больше всего и сегодня, вот много времени прошло после того, как писал апостол Павел, культура другая, люди другие, мы с вами другие, в чем постоянно нуждается церковь. А церковь постоянно нуждается в проповеди, которую вдохновляет Дух Святой. И церковь постоянно нуждается, нужны молитвы, которые тоже вдохновляет Дух Святой. А церкви можем перейти в жизнь лично каждого из нас. В чем больше всего нуждаюсь лично я, лично вы. Мы с вами нуждаемся в том, чтобы слушать истину, слышать истину, понимать истину, чтобы кто-то объяснил эту истину и молиться о силе Бога для применения этой истины в моей жизни. То есть это одна из... слушать и молиться. Хорошо. Вот никогда не думали, вот у нас такая практика, не знаю, можно назвать это традицией или нет, когда после проповеди у нас есть молитва. Это очень интересно, вот откуда это пришло, почему вот именно молимся. Может быть, это как раз-таки вот тот же самый принцип, которым руководствовался апостол Павел, когда в церкви всегда понимали, что не только проповедовать нужно, а после проповеди обязательно нужно помолиться. Помолиться, чтобы вот то, о чем мы с вами рассуждали, о чем мы прочитали в Библии, то, что нам открылось, чтобы оно было видно в нашей жизни. То есть это не просто традиция, когда вот после проповеди мы молимся, а это нужда, это вопиющая нужда, когда мы с вами открываем наше сердце к Богу, чтобы попросить у Него помощи и силы. Можно также сказать, братья и сестры, вот самая заключительная молитва – богослужение. Это то же самое, то же самое, то есть для чего мы молимся в конце богослужения. Не просто попросить Господнюю благословения, чтобы уйти из Дома молитвы, а именно попросить помощи. Господи, вот мы два часа, полтора часа прослушали несколько проповедей, стихи, песни. То есть как-то вот Господь говорил нашему сердцу, ну, чтобы это осталось. То есть мы не просто так с вами молимся во время служения, это очень и очень нужно нам с вами, это нужно очень церкви. Точно так же и дома, когда мы с вами изучаем, может быть, наше личное общение с Богом, очень важно молиться. Очень важно молиться, просить Господа, чтобы Он помог, чтобы Слово это осталось в сердце. Таким образом, братья и сестры, если у нас не будет помощи от Бога, мы можем стать с вами, ну, сильными в интеллекте. То есть в разуме станем сильными, будем что-то знать, хорошо отвечать на вопросы. Но вот нам очень нужна помощь Бога, чтобы Слово из разума, оно поселилось в сердце, в самый центр нашего с вами бытия. А если очень известный пример, известный текст, который мы с вами, я думаю, часто цитируем, из послания к римлянам, помните, вот Павел пишет следующие слова, что были люди, которые не смогли войти в покой Божий. Павел говорит, они оказались опоздавшими. Почему? Потому что им не принесло пользы Слово слышанное, не растворенное верою слышавших. То есть это наша задача, не просто слушать Слово Господне, но чтобы Слово Господне нашло место в нашем сердце, чтобы растворилась наша вера. То есть именно поэтому мы с вами молимся, просим Господа, чтобы он нам помогал. Таким образом, слышанного Слова недостаточно. Очень важно принять Слово и принять его с верой. И мы с вами видим, что вот апостол Павел это очень хорошо понимал. Здесь очень длинные молитвы апостола Павла, очень с глубоким значением молитвы апостола Павла. Он не только это понимал, он переживал о верующих, потому что молился о верующих. Он понимал, что всем нужно знать Христа больше. Всем нужно знать Христа больше. Тоже очень интересно это его, знаете, вот желание. Почему он молится? Вот чтобы Христос верою вселился в сердца ваши, чтобы познавали, что такое любовь Господня. То есть почему он так переживает за людей? Он понял, что это была часть его служения. Он не хотел только, вот знаете, вот привести людей к покаянию и познанию веры. Он очень хотел, чтобы люди стали совершенными во Христе. Это была его большая-большая забота вот к совершенству, к совершенству во Христе Иисуса. То есть для нас с вами смысл не только в том, чтобы прийти к Богу, а смысл еще в том, чтобы предстать пред Богом совершенным во Христе Иисусе. С одной стороны, это задача для каждого из нас, для церкви. С другой стороны, это большое-большое благословение, которым ведет нас с вами Господь, ведет нас с вами к совершенству. Итак, наш с вами отрывок – это молитвенное служение апостола. То есть вот он проповедовал, и мы с вами рассуждали о его проповедях. Теперь можно немножко поговорить, и вы уже говорили, Григорий говорил именно о содержании молитвы апостола Павла. Ну, немножко опять попробуем включиться в его рассуждение. Вы знаете, потому что молитва начинается с того, что он преклоняет колени. То есть вот какая-то великая-великая истина, о которой он думал, рассуждал, и вот все, что у него осталось сделать – это встать на колени. То есть вот настолько велика для него Евангелие. И вот после рассуждения, обсуждения, он говорит, ничего мне больше не остается, как преклонить колени перед Богом. Что же так сильно? И реакция на то, что сделал Бог. Павел во второй главе рассуждает о том, что Бог сломил силы тьмы. То есть вот что вот, почему, вот в чем величие этой истины? Бог сломил силы тьмы. Он говорит, вы жили когда-то по воле князя, господствующего, Павел говорит. То есть есть князь, который был господин, и есть господин для многих и многих людей. Но вот в вашей жизни, в моей жизни, Павел говорит, Бог сломил силы тьмы. Дальше Павел говорит, что Бог воскресил духовно мертвых людей к новой жизни. Это тоже вдохновляет его. Павел говорит, что Бог достиг примирения язычников и иудеев в теле Иисуса Христа. И еще одно, что сильно вдохновляло апостола, касалось его лично. И Павел тоже об этом рассуждает. Он говорит, Бог не только достиг примирения язычников и иудеев, Павел понимал, что Бог покорил и смирил Савла из города Тарс и призвал его нести служение апостола и язычников. Он удивлялся этому и говорит, как такое может быть? Я, наименьший из всех апостолов, стал служителем, нести это богатство. То есть, это то, что ставит его на колени. Рассуждал об истине, думал об этой истине, для него она стала великой истиной. И после этой великой истины он становится на колени, чтобы молиться Богу. Конечно, если побыть на месте апостола Павла, то вполне естественная реакция и будет преклонение колен перед Богом. То есть, преклонение колен перед Богом. Я думаю, это тоже очень интересно. Вы знаете, вот как-то принято сейчас так вот христианам рассуждать и говорить, что иногда можно увидеть такие картинки, когда человек там стоит с воздетыми руками, как будто поклоняется Богу, да, и где-то перед водопадом, может быть, перед какой-то горой. То есть, это очень интересно, христианство, которое вдохновлено творением. Ничего плохого в этом нет, когда мы благодарим Бога за горы, за красивые водопады и так далее. Но в Священном Писании, братья и сестры, самая глубокая благодарность Бога навсегда идет за учение. Не за творение, а за учение. То есть, когда вот апостолы рассуждают, и Павел много рассуждал в послании к римлянам, да, когда говорит о богатстве, вот это вот разумение Божьего, что все от него, все к нему, и тогда вот сердце наполняется вот этим вот поклонением. И это, я думаю, это очень интересно. То есть, мы с вами благодарим Бога не только за то, что нас окружает, но прежде всего и больше всего мы всегда благодарим Бога за его учение, за истину, которую мы с вами понимаем, а которую для нас с вами открываем. Хорошо. Ну и теперь опять вот немножко вот молитва апостола Павла. В общем, если смотреть вот 14 до 21 стиха, это его молитва. Мы можем увидеть, ну опять структуру, я как-то, давайте не будем бояться этого слова. Я думаю, это тоже очень хорошая практика учиться молиться. Ну, я думаю, вот если бы мы послушали молитву апостола Павла, у нас бы как у учеников Господа было такое желание, Господи, научи нас молиться. Вот как Павел молится. То есть, вот мы с вами молимся, как мы молимся. Ну, всегда есть то, чему можно учиться. И можно учиться у великих людей, у великого апостола. В общем, его молитву можно посмотреть вот так с трех сторон. То есть, первое, можно увидеть, Павел понимает или говорит, в молитве можно увидеть следующее. Первое, как мы молимся, кому мы молимся и о чем мы молимся. Как, кому и о чем. Ну, это очень просто опять. Первое, давайте посмотрим, как мы молимся. Уже немножко отметили, Павел говорит, я преклоняю колени. Преклонение, преклоненные колени. Я думаю, это очень важно понимать, особенно вот для нас с вами. Мы иногда гордимся тем, что мы молимся на коленях. И иногда очень сильно осуждаем тех, кто на коленях не молится. Но суть не в том, вот что есть какое-то положение тела. Вы знаете, а суть в том, что положение тела – это отображение внутреннего состояния. То есть, встать на колени можно обмануть. Но вот именно вот о чем говорит апостол Павел. Вот в чем смысл встать на колени? Вот смысл в том, чтобы это отобразило наше внутреннее состояние. Вот тогда оно приносит плод, тогда оно будет искренне, когда действительно в сердце есть это преклонение перед Богом. И вот преклоненные колены – это всегда смирение, это всегда какая-то вот просьба к Богу. То есть, чтобы это очень важно, чтобы это было в сердце. То есть, прежде всего, это внутреннее состояние человека. Вот положение тела, оно будет иметь значение только тогда, когда оно отображает состояние сердца. Ну и у нас есть разные вот способы молитвы. Вот как Павел говорит, молиться на коленях – это хорошая, добрая практика, которой мы пользуемся. И вот в чем смысл преклоненных колен – это смирение, это просьба, это моление. То есть, мы просим Бога о чем-то. А почему мы с вами закрываем глаза? Чтобы нас ничего не отвлекало, наверное. То есть, для чего мы закрываем глаза, чтобы нас ничего не отвлекало. Почему мы складываем руки? То есть, мы как бы говорим, Господи, мы прекратили все свои дела. У нас было много дел, торопились туда-сюда, но вот теперь мы, Господи, остановились. То есть, мы сложили руки, наши руки ничего не делают, Господи. Склонённая голова – это глубокое почтение. Есть ещё одна форма молитвы, которая очень редко практикуется. Это когда человек простёртый, который лежит на полу. Опять смысл человека, который лежит на полу, чтобы лечь как можно ниже, чтобы Богу показать, Господи, вот ниже уже не могу, а только чтобы Ты был великим. Но опять всё это имеет смысл только тогда, когда отображает наше состояние сердца. Итак, первое – кому мы молимся? Второе – как мы молимся? Павел говорит, преклоняет свои колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, это тоже очень интересно и очень важно, как вы обращаетесь к Богу. Но опять можно сравнить верующего человека и неверующего человека. Очень часто неверующие люди, говоря о Боге, они просто говорят Бог. Особенно когда-то что-то плохое случилось в жизни человека с таким негодованием. Человек может сказать, Бог, что ты со мной сделал. А верующий человек, что бы ни случилось в его жизни, может быть, у него нечего будет даже сказать, он встанет на колени и он скажет, Отец, не так ли? Может быть, это будет одно, единственное слово всей молитвы. Но верующий человек скажет, Отец. Господь нас учил так молиться. Молитесь же так. Отец наш небесный, сущий на небесах. То есть, вот это вот Отец, это ну как признак рожденного свыше человека. Мы не называем его Бог, мы его называем Отец. А между прочим, наверное, большинство молитв, вот в Новом Завете будут молитвы Господа, молитвы апостолов, они всегда именно обращаются к Отцу. То есть, это всегда молитвы, которые обращаются к Отцу во имя Иисуса Христа через Духа Святого. Можете проследить, это тоже очень интересно. Мы ведь хотим с вами учиться молиться, как молились апостолы. Большинство-большинство молитв обращены к Отцу. То есть, мы молимся Отцу во имя Иисуса Христа через Духа Святого. Но опять это не правило. То есть, не хочется никого ограничивать. Итак, как мы молимся, кому мы молимся и теперь о чем мы молимся? Вы знаете, вот когда мы начинаем молиться, у нас с вами есть наши желания, наши нужды, не так ли? Но опять, если мы с вами хотим учиться молиться, как раз-таки молитва в первую очередь, вот в этом смысл, она связывает нас не с нашей волей, а с волей Бога. То есть, молитва во Священном Писании, вот смысл, суть в том, что она связывает нас с вами с волей Бога. То есть, когда мы преклоняем колени, открываем свои уста, обращаемся к Богу через молитву, мы с вами входим в замыслы Бога. То есть, у Бога есть замысл, у Бога есть какие-то планы, которые Он совершает. И мы с вами молитвой учимся входить в Его замыслы. А поэтому нужно учиться молиться не только о своих желаниях, а молиться и искать желаний Бога. Вот мы с вами можем опять проанализировать нашу жизнь. Как вам кажется, какие молитвенные нужды лучше всего сближают нас? Или о чем мы с вами чаще всего молимся? Скорее всего, не о том, о чем молился Павел. То есть, какие наши молитвенные нужды больше всего нас с вами обеспокоят или сближают? О чем мы с вами больше всего молимся? Вот прочитайте эту молитву, ну, просто для себя. Скорее всего, это не то, о чем молился апостол Павел. То есть, опять мы с вами хотим учиться молиться. Это насущая нужда церкви. Молиться и видеть людей, в сердце которых работает Дух Святой. Молиться и видеть людей, в сердце которых работает Дух Святой. Видеть, знать людей, в чьих сердцах работает Дух Святой. То есть, опять вот для нас с вами, смотрите, что важнее для нас, наш внутренний или наш внешний человек. Хорошо? И вот молитвенные нужды апостола Павла можно разделить на две части. В первой части уже Григорий говорил буквально несколько слов, просто как напоминание. То есть, во-первых, Павел молится о силе Духа Святого в внутреннем человеке. То есть, первая часть молитвы апостола Павла – это сила. Мы утверждаемся через учение, благодаря учению Господа. В общем, можно сказать, что первая часть молитвы Павла – это просьба о силе. Сила Духа Святого в нашей с вами жизни. Вторая часть, вот к изучению которой мы с вами приступаем, – это просьба о знании. С одной стороны, Павел просит, молится о силе Духа Святого, а с другой стороны, он просит и молится о знании. Давайте посмотрим два ключевых глагола нашего отрывка, 18-19 стих. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть. То есть, его молитва о том, чтобы мы могли постигнуть и уразуметь. То есть, первая просьба, чтобы Христос жил в нашем сердце, вселился через Духа Святого. А вторая просьба, чтобы мы с вами могли постигнуть в смысле глубокого, полного понимания и уразуметь в смысле проникнуться разумом. Вот о чем молится апостол Павел. С одной стороны, сила, чтобы у нас с вами была, а с другой, чтобы у нас с вами было знание. Ну, давайте предположим, что у нас уже есть сила. То есть, первая часть молитвы уже с вами прошли, Господь ответил. И сила во внутреннем человеке. Христос в нашем сердце, как дома. Наше сердце – это невременное место пребывания, постоянное. То есть, каким будет результат этих действий. Что случится с нами, когда Христос будет жить в нашем сердце? Что будет происходить с нами? Сила, о которой молится апостол Павел. В чем, какое будет направление этой силы? Это не будут какие-то мои личные достижения, а именно любовь друг к другу. То есть, Павел молится вот о познании любви. Вот 18 стих. Укорененные и утвержденные в любви. Вот его, это то, к чему ведет нас с вами сила. Укорененные и утвержденные в любви. Ну, в любом языке глагол – это основная часть речи. Будет русский язык, английский язык или греческий язык, на котором было написано это послание. Это глагол – это всегда красота языка. Это всегда красота, смысл. Это всегда величие, богатство. Вот именно рассуждение человека, когда есть глаголы. И вот, смотрите, глагол – это обозначает действие, состояние или действие предмета. Если бы мы с вами читали этот отрывок на языке оригинала, мы бы заметили, что, во-первых, укорененные и утвержденные в любви – это два глагола. А во-вторых, что форма этих глаголов указывает на действие, которое началось в прошлом и продолжается в настоящее время. То есть, укорененные и утвержденные в любви. Вот Павел говорит о действии, которое уже когда-то началось, но оно все еще происходит с нами. Укорененные и утвержденные в любви. Вот так вот интересно рассуждает апостол Павел. Он заимствует язык из двух разных сфер. То есть, сначала это язык агрикультуры, и затем это язык архитектуры. Укорененные, то есть, корень растения в земле, и утвержденные, то есть, то, что стоит на фундаменте. На чем мы с вами стоим, это наш фундамент. С одной стороны, обработка земли или земледелия, и строительство. Укорененные и утвержденные в любви. То есть, что это за любовь? Можно сделать такое предположение. Любовь – это любовь Бога во Христе. То есть, укорененные и утвержденные в любви. То есть, Павел в своем замысле, в его сердце, о чем он рассуждает, о чем молится, думает? Он думает и молится о любви Бога, которую он проявил к нам через Иисуса Христа. Это опять очень интересный вопрос. Где нам нужно искать любовь Бога? Вы знаете, если мы с вами посмотрим на свою жизнь, мы с вами не всегда можем сказать, что Бог нас любит. Ну, так если по-человечески рассуждать. Поэтому, скорее всего, мы не сможем с вами понять любовь Бога, когда смотрим на свою жизнь. Очень интересно в Священном Писании, но всегда, знаете, когда мы хотим сказать о любви Бога, или Писание говорит о любви Бога, оно всегда нас направляет в одно место. Это крест Господа нашего Иисуса Христа. То есть, где мы с вами должны искать любовь Бога? Где мы ее должны понять? Когда думаем о себе, не всегда получится это. Писание, оно часто направляет нас на крест. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца нашим Духом Святым, данным нам так, как рассуждает апостол Павел. Там же в послании к Римлянам Павел пишет и говорит, что Бог свою любовь доказывает нам как? Что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, где доказательство любви Бога к нам? Не смотреть на свою жизнь, нам нужно смотреть на крест. Где Бог доказал, показал свою любовь? Нам нужно обидеть крест нашего Господа Иисуса Христа. Наше спасение обретает свое начало в великой любви Бога. Бог богатой милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. То есть, любовь Бога – это начало нашего спасения. А любовь Бога – это Христос, распятый на кресте. Так, любовь Бога – это сила, которая теперь побуждает нас с вами жить. Это почва, это добрая почва, в которой возможно процветание. И это фундамент, благодаря которому возможно строительство нашей жизни и рост нашей веры. То есть, нам нужно рассуждать о любви Бога, а именно о кресте нашего Господа Иисуса Христа, о значении Его смерти, о значении того, что сделал Господь. Еще очень интересно, вот корень и фундамент – то, чего обычно не видно, не так ли? Корень растения или фундамент здания – это то, чего особенно не всегда видно. Хорошо, очень стремительно растет наш город. Вы, наверное, это заметили, да, там, особенно в центре города, что-то ломают, что-то строят. И вот здесь как раз такая очень интересная иллюстрация – строят уже не низкие здания, а высокие здания. То есть, очень высокие здания строят. Вы не замечали, как много времени уделяют фундаменту? Вот, чтобы построить высокое здание, большое здание, как много времени уделяется фундаменту? Вы не замечали, как много работы уделяется фундаменту? То есть, смотришь, как будто бы работа не продвигается. Копаются, возятся там эти строители. Ну, и хотелось бы им сказать, ну, фундамент никто не будет видеть, что там вам делать, зачем вам копаться в этой земле, в грязи. Ну, поднимайтесь выше, строите красоту, чтобы было на глазах. Архитектор, который проектировал здание, он прекрасно понимает, что это самое главное. Если это большое здание, ему нужен очень хороший фундамент, на котором здание бы устояло. По-другому, он думает, мое здание упадет, он этого очень-очень не хочет. То есть, точно так и в нашей с вами жизни, корень и фундамент – это то, чего не видно. И именно здесь происходит очень большая работа нашего Господа. То есть, Бог трудится в том, чтобы у нас был корень и у нас был фундамент. Хорошо? Укорененные и утвержденные в любви. Итак, Павел молится о том, чтобы наше понимание могло проникнуть в одну из великих тайн. В одну из великих тайн. И вот здесь мы с вами понимаем, что недостаточно того, чтобы просто знать Бога, как любящего Бога. Недостаточно понимать, что любовь Бога открывается во Христе. Оказывается, нам нужна божественная сила, чтобы теперь понять размеры любви Христа. Опять, это очень интересно. Казалось бы, почему, Павел, ты молишься о том, чтобы Христос жил в нашем сердце? Вас вообще когда-то беспокоило о том, чтобы вот так помолиться Господи, чтобы жил в моем сердце? Знаете, почему Павел молится, чтобы Христос жил в его сердце? Потому что для него Христос был очень-очень великим человеком. Вот когда Христос для нас великий, нам будет страшно. Мы тогда будем молиться и говорить, Господи, вот как это возможно, чтобы такой великий Христос жил в моем сердце? Вот когда Он станет для нас великим, тогда мы будем просить Бога, Господи, вот мое сердце приготовь, чтобы вот этот дворец для Него был готов в моем сердце. То есть когда Господь для меня велик, тогда я становлюсь на колене, молюсь и прошу Господи, хочу, чтобы Он жил в моем сердце. А жил в моем сердце точно так же, вот когда мы с вами поймем размер любви Христа, ну хотя бы немножко разумом, тогда тоже будет эта молитва, Господи, ну как-то принять это, понять это еще больше. Итак, 18 стих. Чтобы могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота. Но обычно, вот если вы зайдете в комнату, прямоугольную комнату или квадратную комнату, чтобы измерить пространство, обычно мы пользуемся тремя измерениями, то есть это длина, ширина и высота. То есть зашли в комнату, как измерить в комнату длина, ширина и высота? Обычно мы пользуемся тремя измерениями. По каким-то причинам апостол Павел добавляет еще одно измерение, это глубина. То есть не только высота его интересует, но и глубина любви Христа. О причинах трудно сказать с уверенностью, почему апостол Павел вот так вот рассуждает, но есть несколько предположений. Точно мы с вами можем знать, что это величие любви Христа. То есть мы можем с вами рассуждать следующим образом. Почему Павел говорит, что любовь Христа, вот у него такие измерения. Любовь Христа, любовь Господа может проникнуть в любую сферу. Или нет такого грешника, которого не смог бы спасти Христос. Почему Павел в таких вот размерах рассуждает о любви Господа, что это широта, долгота, глубина и высота. Он понимает, что такого грешника нет, которого бы не смог спасти Христос. То есть настолько велика любовь нашего Господа. Ну немножко можно говорить о членах церкви города Ефес. Из книги Деяния Апостолов мы знаем, что вот там было очень интересное обращение к Богу. Обращение жителей Ефеса в веру, оно было очень особенным. Оказывается, в городе Ефес было очень много людей, которые занимались чародейством или колдовством. Помните, да? То есть именно в Ефесе после проповеди апостола Павла не только опустел храм Артемиды, но и многие люди, которые занимались чародейством, они сожгли свои книги, то есть отказались от колдовства. И у нас вот с вами есть основания утверждать, что хотя бы некоторые члены церкви в прошлом были связаны с чародейством. И вот они читают вот эти вот слова апостола, они очень хорошо знают, что это за сила колдовства, которая держала их. И вот они еще раз от него получают заверение, что зло, которое когда-то их держало, сила колдовства, это могущественная сила. Но теперь Павел говорит, что любое измерение зла, хоть как измеряете зло широтой, долготой, глубиной или высотой, оно побеждается соответственной мерой любви Христа. То есть любая форма зла, она побеждается соответственной мерой любви Христа. Нет такой сферы, где Бог не смог бы спасти человека. И Писание нам очень интересно говорит о том, что Христос не только родился в Вифлееме, но Он сошел в преисподние места земли. То есть это размеры любви Христа. Для того, чтобы спасти нас, Он сошел в преисподние места земли. Это вот молитва апостола Павла о том, чтобы эфесяне могли постигнуть и уразуметь любовь Иисуса Христа. Итак, мы молимся о том, чтобы мы шли к пониманию того, что раньше не знали. То есть размеры любви нашего Господа. Вот несколько выводов. Первое. Мы не сможем с вами познать любовь Христа в полноте без того, чтобы учиться думать правильно. То есть молитва Павла о знании. Мы с вами не сможем познать любовь Христа в полноте без того, чтобы учиться думать правильно. Оказывается, вокруг нас с вами, особенно может быть сегодня, есть огромное количество бесполезного знания. Огромное количество бесполезного знания. И во всем океане знаний, Писание, Библия, апостол Павел сегодня нам с вами помогает узнать, что для нас самое важное. Что для нас самое важное познавать. Что для нас самое важное узнавать. И вот Павел говорит, что для нас самое важное – познавать и узнавать – это пределы любви Иисуса Христа. Вот то, чем мы с вами должны заниматься. То есть без помощи от Библии невозможно даже разобраться в том, какие знания являются важными. И сегодня Библия нам с вами говорит – самые важные знания для человека, предмет знаний, который нам нужен больше всего, это то, в чем нам нужны ежедневные упражнения – это охватить пределы любви Христа. И вот Павел говорит, что если мы с вами охватим пределы любви Христа, вот тогда мы с вами познаем все. Охватить пределы любви Христа. Я думаю, это тоже очень интересно рассуждать. Вы знаете, наше сердце, оно устроено удивительным образом. Вот в каком смысле? Вот душа возрожденного человека, она всегда по-особенному реагирует на знания Христа. Вы знаете, вот душа возрожденного человека всегда по-особенному реагирует на знания Христа. То есть мы с вами хотим, чтобы менялась наша жизнь. Что нам нужно для этого? Нам нужно познавать Господа. Вот апостол Иоанн пишет следующие слова. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Но скажите, пожалуйста, как мы с вами можем узнать, как поступал Христос? Читать, изучать Евангелие. То есть без изучения Евангелия мы не сможем узнать, как поступал Христос. То есть смысл, вот в чем говорит апостол Павел. Вот почему это важно? Потому что душа наша устроена так. Когда мы слушаем о Господе, она всегда реагирует по-особенному. Ну и думаю, можете как-то проследить именно то, как ваша душа, ваше внутреннее состояние реагирует. Я думаю, всегда душа возрожденного человека, она по-особенному реагирует на то, что сделал Господь. Мы очень хотим, чтобы мы менялись. О чем нам нужно говорить, чтобы мы менялись? О чем нам нужно говорить, чтобы менялись христиане? Нам нужно говорить о Господе. Нужно говорить о Христе. О том, что Он сделал. Значение, смысл его смерти, воскресение, вознесение, его дела, его жизнь. То есть вот что нам сегодня с вами очень и очень нужно. То есть в чем нам нужно упражняться, созерцать, возрастать, знать в деталях, знать в глубине его жизнь. Значение, смысл жизни, смерти, воскресения, вознесение Христа, его состояние до воплощения, после воплощения. То есть очень и очень много. То есть это безграничный океан. Хорошо, пусть Господь нам в этом поможет. Второе. Невозможно познать любовь Христа в изоляции. В каком смысле это? Говорю, смотрите, Павел в 18 стихе опять пишет и говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми. То есть, оказывается, в изоляции одному мне без других христиан любовь Христа познать невозможно. Одному мне закрыться дома от всех, чтобы никто меня не видел, я никого не видел. Познать любовь Христа невозможно. Не нужно быть среди людей, не нужно быть среди церкви. Почему? Несколько таких вот намеков, как это может быть? Дело в том, что мы видим жизнь друг друга, не так ли? И очень часто, наблюдая за жизнью других людей, мы с вами именно замечаем действие любви Христа. То есть, смотря на жизнь другого человека, мы с вами замечаем действие любви Христа. И таким образом увеличивается и мое понимание любви Христа. То есть, я вижу, как Господь действует в жизни другого человека. И этим обогащается мой жизненный опыт. Следующее, еще одно немаловажное действие любви Христа в нас. Дело в том, что Бог дает каждому дары. То есть, опять в одном человеке Священное Писание очень ясно говорит, что Бог производит все не в одном человеке, а во всех. Все во всех. То есть, мы очень нужны друг другу, потому что таланты, способности одного, они всегда дополняются, восполняются талантами, способностями другого. То есть, поэтому мы не сможем с вами познать пределы любви Христа друг без друга, потому что то, что мы имеем какие-то, то, что мы делаем, это тоже результат любви Господа. А следующее, со всеми святыми, это не обязательно касается только нас и только сейчас. То есть, это касается всех христиан, которые живут в данный момент и которые жили в прошлом. Очень простой пример. Я думаю, это очень можно легко заметить в жизни церкви, любой церкви, русскоязычной, англоязычной церкви, что вот кроме Библии есть еще одна очень-очень важная книга, ну, можно сказать, вторая книга после Библии, это наш песенник, не так ли? То есть, мы действительно ценим и дорожим вот то, что то, о чем мы с вами поем, это правильно, это хорошо. Но вот, братья и сестры, сколько из таких песен, которые перевели нам с других языков? С немецкого языка, с английского языка, еще с каких-то языков. То есть, посмотрите, вот когда мы держим в руках сборник общего пения, это богатство, которое не только вот связано с нашим народом, это богатство всех христиан. То есть, смотрите, со всеми святыми мы связаны с христианами из других стран. Мы с вами связаны с христианами, которые жили в прошлом, которые писали книги, рассуждали о чем-то. Вы знаете, жизнь которых осталась на страницах истории, мы связаны. И сохранить нас Господь, вы знаете, от того, чтобы остаться христианами в изоляции. Сохранить нас Господь, думать о том, что то, что у нас есть, то, что есть, все, что есть у нас, это мы. И что кроме нашего, наше самое важное. То есть, это очень опасно. Павел говорит со всеми христианами. То есть, мы с вами это должны понимать. Ну и последние два стиха этой главы. О тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше, чего мы просим или чего помышляем тому. Слава во Христе Иисусе во всероды от века до века. Бог может сделать все, о чем мы просим. Бог может сделать все, о чем мы просим или думаем просить. Бог может сделать больше, о чем мы просим или думаем просить. И Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим или думаем просить. То есть это очень и очень просто. И последняя мысль вот буквально, где можно увидеть славу Бога. 21 стих, Павел говорит, славу Бога нужно видеть в церкви. Вот представьте себе людей, которые живут за пределами неверующих, не знающих Бога. И вот где они должны видеть славу Бога? Они должны ее видеть в церкви, нас с вами, в том, как мы живем, в том, как мы поем, разговариваем и так далее. Хорошо? Ну, у меня все. Так, 14 и 21 стих – это молитва апостола Павла, которую мы разделили на две части. Первая часть его молитвы – это молитва о силе. Вторая часть его молитвы – это молитва о знании, чтобы в нас с вами расширялось познание любви нашего Господа. И заканчивается его молитва благодарностью тому, кто может сделать не сравненно больше, о чем мы просим или помышляем. Аминь.